Ну вообще, ну вообще всех бьют, ну нас били, мы так выросли, это говорит там, ну человек при должности. Ну если бы я ему отвечала, то может я бы и полу, и может он бы меня и ногами бил бы. Но я стараюсь молчать, поэтому мне обходится только оплеухами, там подзатыльники, оплеухи, там по лицу. Я помню, как они меня лупили скакалками, проводами, чем там, ну чем угодно в общем. А за то, что я не помыла посуду, не застелила кровать. В какой-то момент ты начинаешь чувствовать, может ты правда не права, может мне надо вести себя по-другому, и туда муж исправится. Может это действительно моя вина. И в обществе очень сильно возлагают вину на женщину. Все, ответственность за семью, сто процентов, как правило, возлагают на женщину. Ребенка было полтора года, уже он родился. Он загулял, папа наш. Загулял, вплоть до того, чтобы уже, ну как он, мусульманин, ему уже там можно три или четыре раза жениться. Вплоть, чтобы вместе жить. Квартира есть, у нее все, он говорит, типа она согласна, чтобы мы там жили. Я говорю, только без меня. Ирония в том, что они закончили педагогический университет Максима Танка. Вот, в 80-х, по-моему, годах, в конце Союза. И они вроде бы образованные люди, они педагоги дипломированные, и они вот так вот обращаются с детьми. Они не пьют, не курят, вот. Но любви в нашей семье никогда не было. Вот так вот. Мы сюда попали потому, что родители били моих детей, начали бить моих детей. Моего старшего сына прижгли утюгом. Я, не выходя из декрета, ребенком забеременела. Он вообще сказал, это не мое. Я месяц не приезжал. Это классный вопрос. Что делать ребенку, которого бьют родители? Ребенку терпеть. Прежде всего терпеть. Потому что, когда я сама в 9-м классе пришла в милицию, сказала, вы знаете, меня бьют. Сказали, приходи с родителями. Я такая, окей, классно. То есть не хотели слушать. Кому бы ты ни сказал, ну, бесполезно. Я далась, потому что не верила, что просто ушла из этого ужаса какого-то. Потому что это было настолько, я не могу вам объяснить, когда они взрываются, то есть когда они выходят из себя, я вижу, что они абсолютно неадекватные. То есть они продолжают варить в варенье, смотреть телевизор, но я вижу, что они неадекватные, не способны на что угодно. Вот. И я просто вспоминаю вот эти свои чувства. Это, блин. Да, это плохо.